чтобы я там жил, да? Целый мир в ладони просто помещается, вся вселенная, да, в одной ладони, но внутри нас он не чувствует себя стесненно. Полнота Божества вот здесь открылась. Наша задача позволить этому открыться и жить этим. Утонуть в его любви, позволить любви нас преобразить. Понимаете? Я могу читать о любви, правда? Это может мне коснуться. Что меня касается? Любовь, правда, о которой я прочитал. Да? И вот теперь любовь. Давайте просто разделять, понимаете, да? Это источник любви, но касается любовь. Понимаете? Я сам, вот, вот, в Библии обо всем прочитал то, что я сейчас говорю. И вся Библия говорит, доколе, поймите, да? Если мы внимательно в Новый Зарет начнем говорить, Петра, Павла, Иоанна, как он говорил, да? Пользуйтесь этим всем, доколе, ну, дрова же не откроется. Доколе вы не познаете его, что... И вот дальше от познания идет. Понимаете? То есть, на каком-то этапе, да, мы не можем, нигде, поймите, да? Бог не лицеприятен. Бог говорит через Библию. Бог говорит через проповедь. Бог говорит через все вещи, и оно согласно друг с другом, ну, если в здравости, понимаете, да? Если непонятки, ну, извините, да, ну, фильтруйте там, 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 там всякого много. Но если это реально Бог, и вы начнете просто его... Понимаете, чем больше вы в любви, вы любовь нюхом начнете чувствовать. Человек открывает рот, и ты понимаешь, там любви просто чуть-чуть, а остальное, ну, как бы, свое, свои помыслы, стеология, прочитанная, да, понимаете, да? И я предлагаю переключиться радикально на любовь, чтобы действительно настоящесть Христа, это все, что из вас, все, что не исходило, это любовь, понимаете, да? С одной стороны написано, то есть, радуйтесь, как Иисус говорит, когда вас там полносят, когда гонят, когда в трудности попадают, правда? Но давайте подумаем точно так же. Любовь не обижается, правда? Любовь все терпит. Но поймите слова, понимаете? Слова, вот наши человеческие слова, они не могут в полноте это объяснить. Мы можем через это принять настоящую любовь, но сами слова бедные. И вот слова, и вот жизнь. Сейчас просто время у нас уже завершилось. Давайте и все оружие, брат, и наши им. Вот правда, и все правила, а беда, у беда вообще. Брак, и беда, беда, без беды. Сейчас, а мы такую тему коснулись. Знаете ли, нам, людям, не подвластны просто-напросто. Потому что, в принципе, все мы правы, каждый прав по-своему имеет свою правду. Вот, и, опять-таки, возвращаясь к тому, что мудрецы говорили, еще царики-древните, когда спрашивали школу Шамая и школу Гилебер, две главных, хотя школу, когда что не вудаизма, спрашивали, вот, тот текст из Писания, дайте нам, евреям, которым мы бы открыли всю Тору, тайны всей Торы, пророчеств Писаний всех еврейских, все веры наши еврейские, и, знаете, эти школы между собой не соглашались. Надо, не надо в споре, постоянно. Самое удивительное, один из немногих, или даже, говорят, единственный случай был, Шамай-младший писал, что это единственный случай был, когда две школы сошлись в одном. Не сговариваясь, они пришли к этому и тому же мнению. Они назвали один и тот же стих, самое удивительное. Вот, значит, этот стих был тот самый, который я уже декларировал здесь уже не раз уже. А они ведутся, ведутся ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному мне. Я в нем, он во мне. Я всецело без остатков ему принадлежу, он мне всецело без остатков принадлежит. И вот это самое основное. И действительно, и Слово Божье, это и писанное слово, но вот есть даже на греческом языке, да, вот скачал себе разную библию, допустим. Это графа. Графа. Есть логос, который даже неверующие люди применяют в своей жизни, в бизнесе, в работе, используют мудрость Божию, божественно, даже неверующие в Бога, а порой его принципы, его слова используют для обогащения, для, ну, это в этом мире популярная сейчас тема, вот, в отношениях, в семейных отношениях, вот, психологи используют божественно эти премудрости, да, значит, из Слова Божьего, вот, сами не зная Бога. Вот, но то слово, он подбастен и неверующим, он для всех, для животных, для растения, для всего, он божественный. Вот, но есть Рема, которая сынам и дочерям Божьим открывается, Рема, именно такое живое слово, живого Бога, которое внутрь нас есть, которое внутрь нас поселяется, и, вот, это уже то же слово Божье, но оно иного рода. И вот эта самая звезда, которая воссияет в нас уже, воссияет в нас, свет Божий такой. Вот, и тогда уже нет ни добра, ни зла, ни чего не все, только я и Бог, все. Вот, сам Христос, Он во мне живущий, вот это и есть самое величайшее таинство. Вот, и, но пока это не открылось в человеке, надо вникать в себя и мучение. И надо, в общем, это постоянно делать. И когда этот свет, он воссияет в нас тоже, мы, безусловно, опять-таки, я цитирую, на служении, не вставил, не вставил, то же самое, вибрию, читаю. Вот, но знаю, что слово Божье живет во мне. И пусть Бог благословит всех нас сегодня, сейчас, в следующем статистике продолжим, тогда приходите на эту тему, продолжим, когда с новогости и о реме Божьей, божественной реме. Потому что без божественной реме нет оружия христианского нашего, нет жизни нашей, ничего не, на самом деле, по большому счету. Там, где говорится, возьмите меч духовный, там стоит, возьмите реме Божью. Реме Божью. Потому что локасом не победишь. Графом, тем более, не победишь. Именно реме не победишь. Это есть оружие наше. Мои словами. Слава Богу. Помолимся, друзья. Господь, благодарю Тебя за этот день, Боже, благодарю Тебя за это собор, за это собрание наше. Благодарю Тебя, Господь, за все те сверлики с Твоей темы, что прозвучали здесь и что не прозвучали. Боже, те вопросы, которые есть у нас сейчас, Ты сам, всемогущий Бог, Ты видишь эти вопросы и знаешь их. Ответь на наши вопросы, Господь, нашего внутреннего этого человека, внутреннего Я. Господь всемогущий, благослови Божий всемогущий каждого из нас. И пусть прославится Твое святое имя. Боже, и пусть эта тема, она продолжится, преображение нашего в Твоем слове, в Твоей реме божественной, в Твоем откровении, Господь, в Твоем духе святом. Боже, как и в начале, перед собором, о чем мы говорили, Боже, напомни нам эти слова, Господь, об аптизу, о погружении в Тебя и о Твоем погружении в нас, о пропитывании Тобою и о Твоем пропитывании нами. Боже, Ты пропитываешься нами, мы пропитываемся Тобою. Ты познаешь нас, мы познаем Тебя, Господь, Боже, и пусть, Господь Боже, это благословение, Боже, это действительно великая благодать, это величайшая благодать, Господь Боже, преобразует нас, преобразует нас и дальше, Господь Боже, и все тело Иисуса Христа, да, преобразится, Господь Боже, в Духе Твоем, Святом Слове Твое в живом. Аллилуйя. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да и будет со всеми нами. Аминь. Аминь. Благослови Господь вам, потому что вы затянули по времени уже почту. А вот, отец Партуэля, зубы вы заберетесь. Давайте еще помолимся. Мы, в принципе, можем еще пообщаться. Но уже пора. Сюрпрайс такой.